Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Я вернулся к себе на отчизну, и для меня это великий праздник, великие события. Я верну всех вас, для меня это тоже праздник, потому что вы мои соотечественники, вы сыны и дочери русского народа, я ваша частица. Впервые опубликованы материалы уголовного дела Япончика, присудили 14 лет. Легендам свойственно со временем вытеснять правду, особенно если речь идет о человеке. Сейчас уже мало кто вспомнит, за какие темные дела и делишки Вячеслав Иваньков, по прозвищу Япончик получил статус криминального патриарха. В распоряжении МК, в рамках совместного проекта с судебным департаментом, при Верховном суде РФ оказались материалы, знакового уголовного дела, публикуются впервые, тогда Япончик получил, свой главный и самый большой свой срок, 14 лет колонии строгого режима. Ударился головой в цирке. Из материалов дела. Вячеслав Кириллович Иваньков, 2 января 1940 года рождения, уроженец Москвы, русский, беспартийный, образование среднее, неженатый, без определенного рода занятия и места жительства, имеющий инвалидность две группы. Судимый в 1974 году, к 7 месяцам и 15 дням по статье 196, часть 3 УК РСФСР изготовления, избыт поддельных документов. Началом криминальной карьеры Иванькова можно считать 1965 год, когда он впервые попался за попытку карманной кражи и сопротивления работникам милиции. Но никакой ответственности не понес, судмедэкспертиза признала, что он страдает психиатрическим заболеванием. Недуг списывали на последствия черепно-мозговой травмы, полученной во время тренировки в бытность, когда он учился в цирковом училище. После этого Вячеслав еще несколько раз попадался в поле зрения правоохранителей, но особенно на него не обращали внимания, опять же с учетом диагноза. Как оказалось напрасно. Рассказы о том, что Иваньков любит переодеваться в форму, милиционера во время своих нападений, начали раздражать настоящих сотрудников органов. В конце 80-х Япончик занимался валютой, крышеванием бизнеса цеховиков, они подпольно изготавливали разные вещи от джинсов до золотых изделий, а также играл роль третейского судьи в криминальном мире, рассказывает бывший сотрудник Мура Иван Бирюков. Он начал формировать вокруг себя сильные преступные сообщества. Вскоре Япончик и вовсе возомнил, что он хозяин в Москве. Пошла соответствующая молва о нем. Заговорили, японец это сделал, японец то сделал или японец непотопляемый. Периодически его ловили на чем-то, но в процессе следствия дело всегда сходило на нет. Помогали ему в этом и природный криминальный талант, и связи, и деньги. В общем в Муре приняли решение раз и навсегда покончить с возрастающим влиянием Иванькова и показать ему, кто в Москве настоящий хозяин. Мы месяцев пять работали по нему чуть ли не всем отделом, продолжает Бирюков. Изучали, где и с кем живет, какими маршрутами передвигается. Нашли очень хорошую точку обзора, на Олимпийском проспекте. Установили там камеру, снимали. Туда к вечеру начинало съезжаться братва. Так мы вычислили все ближайшее окружение. Кстати сам Иваньков всегда ходил без охраны. Вменить япончику можно было многое, но оперативникам нужен был железный эпизод, который бы не рассыпался во время следствия и суда. И вот час их спробил. В Мур поступила информация, что япончик организовал разбойное нападение на бармена кафе «Маяк», располагалось недалеко от Петровки, филателиста Аркадия Несензона, по просьбе его конкурента. Японец с подельниками затащили его в квартиру, пристегнули наручниками, угрожали, пытали. Мы долго не могли получить заявление от этого бармена. Наконец спустя месяц уговорили. Дело возбудили и начали готовиться к Из материалов дела. Иваньков, Быков, Слива, Володарский и неустановленное лицо совместного исполнения, разработанного ими плана, направленного на завладение личным имуществом Несензона, совершили на него разбойное нападение, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, и применением оружия. А именно, согласно распределению ролей, неустановленный соучастник, под видом обмена коллекциями почтовых марок, заманил Несензона в квартиру дома 6, по улице Совхозное Москвы, после чего примерно в 16 часов 30 минут Иваньков, Быков, Слива, а также Володарский, указавшиеся участникам на потерпевшего, как лицо, чьим имуществом необходимо завладеть на автомашине, прибыли к указанному дому. В то время, как Слива и Володарский, остались в автомашине для предупреждения соучастников в случае необходимости, Иваньков и Быков вошли в квартиру, где угрожая Несензону словесно, и пистолетом потребовали от Несензона в счет возмещения ущерба, за похищенные у Володарского иконы сначала 60 тысяч, а затем 100 тысяч рублей. Подавив таким образом волю Несензона к сопротивлению, от него были получены три долговые расписки, на имя Володарского, жены и тещи последнего, по 20 тысяч рублей каждая. Кроме того, Иваньков и соучастники завладели имуществом потерпевшего, каталогом марок стоимостью 3 рубля 70, пинцетом стоимостью 30 копеек, шариковой ручкой стоимостью 3 рубля, перчатками стоимостью 15 рублей, сумкой стоимостью 45 рублей и удостоверением дружинника. Продолжая реализацию плана по завладению имуществом Несензона, Иваньков совместно с Быковым требовали от Несензона уплатить 100 тысяч рублей, прикрепив его наручниками к водопроводной трубе в ванной комнате и угрожая убийством, растворить в кислоте. Затем Иваньков, Быков и ожидавший их на улице слива угрожая убийством, доставили Несензона по месту его жительства в теплый стан, где завладели принадлежавшими потерпевшему деньгами в сумме 3000 рублей, двумя колодами сувенирных карт, общей стоимостью 5 рублей, восемью кляссерами с марками и картиной неизвестного голландского художника. Погоня, захват, тюрьма. В ту пору рядом с Иваньковым были три женщины, и каждая сыграла в этой истории свою роль. Первая бывшая жена, ассирийка, отсюда его прозвище ассирийский зять, Лидия Айвазова, вторая, любовница, заместитель главного врача клиники нервных болезней Евгения Захаровна Животова, третья боевая подруга Коля Никифорова, позже снискавшая славу в криминальном мире и ставшая известная как мать всех воров. Итак, роковой для Япончика день, 13 мая 1981 года. Решено было задержать одновременно Иванькова и его ближайших соратников. Япончик с утра находился в доме на Планерной, где были прописаны Лидии Айвазовой и двое сыновей. Он не жил там, приехал навестить. Вообще он в то время нигде конкретно не жил, переезжал с адреса на адрес, постоянной регистрации не имел. Мы ждали, пока он выйдет из дома. Смотрели и за домом, и за машиной, которая стояла на площади рядом. Шестерка голубая, как сейчас помню. Машина не его, он ее у кого-то отобрал. Выходит Япончик, и сразу направляется к уличному телефонному автомату. Звонит и бежит к машине. Выходит, он позвонил агентуре, та предупредили, что готовится облава. Сел Иваньков в машину и погнал. Мы, вдогонку. Наши сотрудники по сигналу перекрыли дорогу. Вообще самое главное было заблокировать ему проезд, потому что знали уже, что он наверняка оторвется, он это прекрасно умел делать. Едва повернув за угол, он остановился и посадил бывшую жену, заранее обговорил, где ее подберет. Едет дальше. И тут машину японца тормозит сотрудник ГАИ. Иваньков не выходит из салона, вежливо разговаривает с инспектором. Но как только видит нас, сразу дает по газам. А наш оперативник Алексей Привалов в это время успевает открыть переднюю дверь со стороны пассажирского сидения и запрыгнуть на жену. Он умудряется вывернуть руль, но япончик руль не бросает, идет борьба. Иваньков газует и уезжает. Но тут навстречу идет милицейский москвич, он там случайно оказался, к группе захвата никакого отношения не имел. А япончик решил, что это по его душу, и ударил прямо в бочину. Я вытащил из кармана маленький пистолет Макарова и сделал два выстрела, один чуть выше бампера, второй просто в воздух. Япончик попытался уехать, но на нем лежал Лешка. И тут еще автомобильный кран откуда ни возьмись. Водитель увидел, что происходит захват, развернулся, стал аккурат поперек дороги. В общем деваться японцу было некуда. Мы его взяли. У Бирюкова, когда рассказывает об этой погоне, глаза горят, хотя прошло с той поры почти 40 лет. Помнит каждую деталь, особенно, как вел себя во время задержания япончик. А был он спокойным, невозмутимым. Милиционеров не оскорблял, интеллигентно им говорил. Это ваша провокация. Вам все равно скоро придется извиниться и меня отпустить. Не отпустили. В квартире бывшей жены провели обыск. Но ничего не нашли, кроме трех хорошо сделанных фальшивых паспортов на разные фамилии с фотографиями Иванькова. Статья использования заведомо ложных документов, по сути мало что значащая, но она позволяла япончика арестовать, и уже дальше с ним могли работать. Какое-то время япончик находился в ИВС на Петровке. В то время к арестованным в камеру помещали и суточников, тех кого задержали за хулиганство, и кто должен был выполнять в качестве наказания разные работы, подметать дворы, красить тротуары, рассказывает Бирюков. И вот Иваньков среди всех одного такого суточника выбрал и стал обрабатывать. Вячеслав Кириллович был просто отличный психолог. Когда суточник освобождался, япончик через него на волю хотел передать важное сообщение. Мы перехватили. Следственные действия в числе прочего предполагали опознание Иванькова дочерями одной из его жертв по фамилии Тарланов, этот потерпевший правда потом отказался от своих претензий, в итоге эпизод с ним япончику так и не вменили. Мы попросили его переодеться в милицейскую форму, ведь именно в ней он совершил мошенничество. Но японец отказался наотрез. Да пошли вы. Не буду одевать форму вашу, и все. Ну а что сделаешь? Пришлось так его вести на опознание. Примерно в то же время члены Молдавской АПГ во главе с Анатолием Бецем ограбили вдову писателя Алексея Толстого Людмилу Ильинишну. Преступники пришли, судя по всему, целенаправленно за старинной брошью, которая по легенде принадлежала самому Людовику XV. Кроме драгоценности, они вынесли все ценные вещи, включая иконы и картины. Беглеца поймали, но он совершил побег из-под стражи. Так вот япончик предложил ему ровцам, вы мне свободу, а я вам Беца через три дня доставлю в наручниках. Сдержал бы он слово вопрос открытый. Но в Муре это предложение даже рассматривать всерьез не стали, криминальный хозяин Москвы япончик был ценнее заезжего Беца. А последнего, кстати, потом убили во время задержания. Борьба за авторитета, подкуп и любовь. Япончик не был миллионером, но говорил членам следственной группы примерно так, назовите сумму, через несколько дней ее вам принесут. Про историю с попыткой окружения япончика, подкупить одного из руководителей, расширенной следственно-оперативной группы ГУВД, за 40 тысяч рублей, он должен был переквалифицировать с разбоя на вымогательство, стоит рассказать отдельно. Приехал к нам сотрудник оперативно-розыскной части МВД СССР, личная группа была по особым поручениям преминистре, Виктор Литвинов, рассказывает Бирюков. Попросил всех выйти, кроме меня и Сухарева, заместитель начальника отдела. Говорит, криминал нашел подход, сумма такая-то, в ближайшее время станет вопрос о переквалификации, со 146 статьи, на 148 УК РСФСР. Через кого, где как все рассказал. И это подтвердилось. Подружка Крота была адвокатом, и через нее как раз хотели все решить. Пришлось принимать меры оперативного вмешательства. А этого Крота быстренько отправили на повышение в район. Почему? Руководитель он был серьезный, увольнять нельзя было. Иначе криминал бы понял, что вычислили, ну а главное, все следствие было бы поставлено под сомнение. В общем выход из ситуации был один, повысить человека. Об этом никто кроме меня и Сухарева не знает до сих пор. А почти во всех подходах к милиционерам принимало участие, Коля Никифорова, которая спасла Иванькова от огромного срока по делу Михаила Глиозы, когда японец устроил перестрелку около театра советской армии. Из досье МК Коля просила Глиозу приобрести Волгу для своего знакомого Иванькова. Глиоза был женат на дочери за министра торговли, так что имел связи и обещал помочь. Однако взяв деньги, он так и не смог ничего сделать. По его словам, всю сумму он вернул, по словам Япончика и Кали нет. Япончик отобрал у него его машину со спецномерами, требуя вернуть долг. Глиоза обратился в милицию. Во время задержания произошла перестрелка. После ареста Япончика Глиоза неожиданно изменил показания, Иванькова в итоге отпустили. Потом Япончика перевели в матросскую тишину, где он и пробыл до самого суда. «Я провел с ним в беседах столько времени, как никто другой пожалуй», — говорит Бирюков. «Вообще я много повидал преступников, но японец безусловно выделялся из всех. Чем? Мозгами и умением держаться. С ним было интересно разговаривать на любые темы, потому что он много читал и много знал. Разговор всегда был интеллигентным, на «вы». Он был совершенно адекватным, разумным. Вообще в его психиатрический диагноз я с самого начала не верил. Думаю он просто использовал его или подкупал врачей, или же талантливо играл перед ними роль сумасшедшего. В первый раз на принудительное лечение в Сычевку он попал после того, как стрелял в Гогу в ресторане «Русь». Была вменена статья «Покушение на убийство с применением огнестрельного оружия». Он бы получил срок, если бы не диагноз ему сделали. Японец умный. Он предусматривал многие вещи. Систему знал. Как-то прихожу после выходных. А там кабинет был с двумя окнами. На субботу и воскресенье их открывали, и пыль жуткая садилась. Тряпок нет. Беру стопку бумаг и начинаю вытирать стол в кабинете. И тут заводят его. Проходи, садись, говорю и продолжаю вытирать. Он хоп меня за руку, не надо, поссоримся. Нельзя вытирать бумагой мусор со стола. Есть примета такая. Он как-то возмущался, когда его любовницу арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положениям. Следователя Олега Шляхова, который это сделал, он специально называл шлюхов, я поправлял, но это было бесполезно, он каждый раз коверкал его фамилию. Любовница Евгения Животова тоже сидела в СИЗО. Она была в то время беременна, не от япончика, а от мужа. Несчастная женщина, по словам Бирюкова, на самом деле была влюблена в япончика. Тот попросил ее сделать ему алиби сказать, что он якобы находился на лечении, на процедурах в день совершения преступления. Она сделала. А Шляхов перевернул всю клинику, опросил всех медиков, и наконец одна из медсестер вспомнила, что в ту ночь она готовилась к экзаменам в университете, не спала, несколько раз заходила в палату, а Иванькова там не было. Шляхов запросил данные университета, там ответили, что действительно был экзамен 7 числа. И поводов не доверять медсестре не было. Мне дали задание проверить информацию о любовной связи, вспоминает Бирюков. И я поехал в Таллинн, где они вместе отдыхали. Нашел отель, убедился, что были в одном номере. Интересно, что она указала свое реальное место работы, а он написал АПН, агентство печати новости. Журналистам прикинулся. Женщина в итоге призналась во всем, раскаялась. Суд назначил ей исправительные работы. А самого Япончика ждало, куда более серьезное наказание. Но он так и не признал вину в нападении. Из материалов дела, допрошенный в судебном заседании подсудимый Иваньков, виновным себя по данному эпизоду не признал и показал, что 23 декабря 1980 года из его автомашины была совершена кража дорогостоящего магнитофона с кассетами. По имеющимся у него сведениям, эту кражу совершил Несензон. Через некоторое время Слива навестил его больницы и познакомил с Володарским, который рассказал о совершенной у него Несензоном краже икон и попросил оказать содействие в их возврате или возмещении ущерба. Убедившись через своих знакомых, что икона у Володарского действительно похитил Несензон, он стал искать встреч с последним, но Несензон уклонялся от встречи возврата похищенного. Наконец Несензон сам назначил ему встречу на 13 часов, 1 марта 1981 года. Они встретились на площади коммуны. С Несензоном были мужчина и женщина Алика и Ева, а он был с Быковым. Все вместе они приехали на улицы Совхозную, где Иваньков снимал квартиру. Там Несензон, признавшись в краже икон, добровольно написал на его имя расписку на сумму 4500 рублей. Затем с улицы по его вызову пришел Володарский и стал ругаться на Несензона. Поскольку Володарский говорил, что икона стоит 20 тысяч, Несензон написал на имя Володарского расписку на сумму 20 тысяч рублей. Узнав, что Володарский работает слесарем, он уничтожил расписку и предложил Несензону написать такую же расписку на имя жены Володарского. Когда выяснилось, что жена Володарского не работает, эта расписка также была уничтожена, и Несензон написал третью расписку уже на имя тещи Володарского. После этого все разошлись. В последующем он не раз встречался с Несензоном, но последнее так и не вернул деньги. Долговые расписки, в том числе и на его, Иванькова, имя он уничтожил, еще 1 марта 1981 года. В квартире Несензона они не были и оружия при себе не имели. К этим показаниям следствие и суд отнеслись скептически, ибо их опровергли другие свидетели. Но и главное, сам Несензон в красках рассказал, как Япончик грозил его убить, а тело растворить в кислоте. Всего в уголовном деле было три эпизода. Второй был связан с поддельными документами, третий с наркотиками. Из материалов дела. В конце 1980-й, начале 1981 года, Иваньков склонил неустановленных лиц к поделке документов с целью их использования. Для чего передал им свои фотографии и сообщил анкетные данные. После этого в паспортах на имя Гранилина, Макроусова и Фетисова заменили фотографии владельцев на фотографии Иванькова с помощью кустарно изготовленных печатных форм. Они же в водительском удостоверении путем почистки удалили фамилию владельца Рубинова и внесли фамилию Иванькова. Иваньков виновным себя в этом эпизоде признал частично. Следствию он рассказал, что действительно обратился к незнакомым ему лицам, которые вызвались помочь приобрести новый паспорт. С этой целью он передал им свои фотографии и через несколько дней получил от них три паспорта на имя Гранилина, Макроусова и Фетисова, а также водительские права. Одним из поддельных паспортов он воспользовался, остальными документами нет. Кстати выяснилось, что все паспорта были похищены у их настоящих владельцев в центральных банях. Третий эпизод, прямо скажем, классический для поимки вора в законе, наркотики. В машинах Иванькова и Сливы, а также при себе во время обыска, обнаружили запрещенные вещества. Открытый тайный суд. Судить Япончика и его поддельников должен был Люблинский суд. Он был интересно расположен, говорит Бирюков. Если перекрыть всего два входа, со стороны железной дороги и со стороны Люблинской улицы, то из него не выйти и не войти. Мы приехали к председателю, говорим, есть сведения, что криминал будет искать подходы к судье. Давайте сделаем так. Вы распишите дело кому-нибудь из судей, а на самом деле вести процесс будет другой. Мы закрыли данные на часть судей Люблинского суда, в адресном бюро, чтобы без нашего разрешения их было невозможно получить. Как это делалось, изымается карточка из общей картотеки, у начальника отдельная на это случай. И когда преступники начнут просить узнать данные, то там адреса нет, только фамилия, имя, отчество и дата рождения. И мы проинструктировали сотрудников, чтобы сообщали обо всех, кто попытается выяснить адрес. В итоге данные того судьи, которому расписали дело, несколько раз неизвестные пытались пробить. Но им это не удалось. С другой стороны, и нам не удалось выяснить, кто пытался получать данные, они делали это с телефона автомата. В день процесса в зал пришел судья, Юрий Гринюков, вместо того, которому официально отписали это дело. У подсудимых челюсти отвисли. Я сам был на заседании, давал показания, как прямой свидетель. Я ведь стрелял. Кстати, зная, что могут дискредитировать, я в день задержания поехал в ГАИ и прошел медосвидетельствование на отсутствие алкогольного опьянения. Помню, в ГАИ никак не могли понять, зачем мне, сотруднику МУРа, эта справка. Все просто, на суде она играла важную роль. В процессе рассмотрения дела адвокат, а защищал Иванькова Генрих Падва, мог заявить, а почему он вообще стрелял. А я подозреваю, что он был нетрезвый. Вот и оправдывайся. По воспоминаниям работников суда, процесс был формально открытый, но выставили два милицейских поста, так что представители криминала не захотели светиться. Посмотреть на Япончика, тем не менее, пришло немало народа, в основном из сотрудников правоохранительных органов. Клеток и аквариумов в то время не было, обвиняемый просто сидел за бортиком, как и все остальные подсудимые, Вячеслав Слива, Осава Сосунов и Маркус Володарский. Владимира Быкова по кличке Балда признали невменяемым, так что его судить не стали. Психиатрическая судебно-медицинская экспертиза проводилась также Япончику и Сливе. Комиссия признала обоих вменяемыми. Цитата из решения суда по эпизоду с наркотиками. Обсудив все доказательства по данному эпизоду в их совокупности, суд находит, что их недостаточно для подтверждения предъявленного Иванькову и Сливе обвинения. Помимо категорического отрицания подсудимых их причастности к приобретению, хранению и перевозке наркотиков, суд основывает свои выводы на следующих обстоятельствах. Как установлено, ни Слива, ни Иваньков не были фактическими владельцами автомашин, за рулем которых были задержаны, ими пользовались и в них переезжали и другие люди. Согласно заключениям судебно-психиатрических экспертиз, подсудимые не являются наркоманами. Какие-либо данные об употреблении ими наркотиков в деле отсутствуют. Обнаруженные при личном обыске, у Сливы 0,4 грамма гашиша, идентичность которого с гашишем, обнаруженным в салоне машины, не установлено в виде крайне малого количества. Это также не дает убедительных оснований утверждать о его принадлежности, именно Сливе. Из объяснения Иванькова и его лечащего врача свидетели Животовой усматривается, что данное средство было ему прописано в связи с заболеванием. Признак повторности вменен Иванькову необоснованно, так как ранее он не осуждался за прикосновение к наркотикам. При таких обстоятельствах суд считает, что Иваньков и Слива по данному эпизоду подлежат оправданию, за недоказанностью их участия в совершении преступлений. Суд учел, что у Япончика была группа инвалидности. Но в качестве отягчающего обстоятельства назвал следующее, в течение длительного времени не занимался общественно полезным трудом, проживал на нетрудовые доходы, являлся организатором и одним из активных исполнителей преступления, ранее привлекался к уголовной ответственности и содержался в местах лишения свободы, но не сделал для себя надлежащих выводов. С учетом всего этого Япончик получил 14 лет строгого режима. Сливе назначили 11 лет строгого режима, Володаркому 8 лет усиленного, Сосунного 7 строгого. За повреждение милицейского машины с Иванькова взыскали 68 рублей 3 копейки в пользу автохозяйства ГУВД Мосгорисполкома. Кроме того, со всех подсудимых в совокупности в пользу Синзона было взыскано 3072 рубля. Приговор был озвучен 29 апреля 1982 года. Говорят, Япончик воспринял его совершенно спокойно. Ветер туман порвал «Здравствуй, мой Магадан». Срок отбывания наказания Япончика официально засчитывался с 14 мая 1981 года. То есть к моменту приговора он уже год отсидел, оставалось 13. Я пришел к своему знакомому в главное управление исполнения наказаний, рассказывает Бирюков. Мы вместе учились и потом общались постоянно. Объяснил, что Мур будет контролировать Япончика и во время отбывания наказания. Просил отправить его в Магаданскую область. Говорю, выбери место, так чтобы дальше ехать было. Даже не пришлось писать персональный наряд, где направить в конкретное место. И он поехал в Магадан. Мы выбрали красную зону, куда добраться тяжело. Если освобождение выпало на весну, то придется ждать полгода, пока реки успокоятся. Невозможно ни проехать, ни пройти. Япончик в Магадане быстро понял, что нужно любым способом из этой тюрьмы выбираться. И он придумал, как. Устроил там дебош, бакланку, как выражаются в органах. И сбил одного из осужденных. Иванькову вменили 206 УК РСФСР хулиганства. Назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы и поменяли ему режим перевели в колонию для особо опасных преступников в Иркутск. Вот там, как говорят, уже у него было все хорошо, там криминал быстро нашел подходы, чтобы сделать жизнь своего босса за решеткой вполне терпимой. О досрочном освобождении Япончика, этом перед президентом Борисом Ельцином известные люди, среди которых офтальмолог Святослав Федоров и Иосиф Кобзон. Они писали Ельцину письмо, что длительное тюремное содержание не способствует исправлению личности, рассказывает Бирюков. Кобзон уговорил их подписать. А Кобзона, в свою очередь, просил от Арик Вантришвили, который был другом Япончика. После освобождения Япончик уехал в США. По своим каналам мы узнали, что он приезжал в Россию под чужими документами. В аэропорту провел встречу и улетел назад. Цель поездки – налаживание поставки кокаина сюда, в Москву. Кокаин в то время пользовался спросом у интеллигенции и криминала, многие садились на него. Япончик напрямую хотел поставлять, будучи сам в Америке. Но ему сделать это так и не удалось. Николай Васильевич Куликов, тогдашний начальник ГУВД Москвы, приятель мой, спрашивает как-то, ну как там японец? Максимум год еще пробудет на свободе. И ведь правда, в 1995-м его арестовало ФБР.